Здравствуйте! Приветствую всех, кого интересует садоводство. Сегодня 29 августа 2023 года, нахожусь на юге Харьковской области. Перед вами персик Хасанский. Для начала расскажу немного о истории его происхождения и как он у меня оказался, а затем покажу его поближе. Железов Валерий Константинович, сибирский садовод, родом из Украины, которого многие знают по его фильмам, по его опыту и достижениям в садоводстве, и распространение этого персика, в том числе и в Украине, это именно его заслуга. Как-то ему рассказали, что в поселке Сизая, Шушинского района Красноярского края, живет женщина, у которой растет персик. Он, разумеется, эту женщину нашел и из-под снега отрыл последнюю живую веточку из этого дерева. Саженец она заказывала, по-моему, с Дальнего Востока, могу ошибаться, уже точно не помню, как персик Хасанский, так этот персик оказался у Валерия Константиновича. И если он у него не плодоносит каждый год, то, по крайней мере, не вымерзает полностью, а зимы у него бывают ниже 40 градусов. После этого этот персик оказался у его друга, садовода Чернобаева. И уже от него он попал к садоводу из Урала, известному в определенных кругах, Малькову. И вот именно от Малькова впервые этот персик попал в Украину. Я в свое время тоже сильно этим персиком заинтересовался. И в 2017 году связался с Валерием Константиновичем и заказал 10 косточек этого персика. Черенки заказывать побоялся, потому что ехать им далеко. Они могли не доехать в живом виде до меня, поэтому заказал косточки. И сейчас имею 5 сиенцев, 5 уже взрослых деревьев персика Хасанского, за что я Валерию Константиновичу Железову безмерно благодарен. Существует несколько видов, или если угодно, сорта форм, таких диких персиков. Если в таком холодном климате, как например в Сибири, такие персики особо ценны сами по себе, потому что другие просто не выживают, то у нас в Украине их используют в основном как подвойный материал. Кроме Хасанского у нас можно встретить еще персик Раконевецкий, персик Манчжурский. Раконевецкий не слишком распространен, а вот персик Манчжурский массово используется как подвой для культурных персиков. Он у меня тоже есть, покажу его немного позже. Именно как подвой персик Хасанский меня интересует. И не только для прививки персиков, также я экспериментирую с прививкой сладкого миндаля на персик Хасанский. Позже я сравню персик Хасанский и персик Манчжурский. Расскажу, почему я предпочитаю именно Хасанский, и чем он лучше Манчжурского. К этому времени, на конец августа, плоды уже полностью созрели. Третья той половина плодов уже на земле. Вот если сделать вот так, то они очень охотно осыпаются. Думаю, дней через пять их уже на деревьях не останется, поэтому сейчас надо плоды срывать, пускать на переработку и выбирать косточку. Заготавливать для подвоя. Плоды имеют такой небольшой загар. Ну, это те, которые больше находятся на солнце. Остальные вот такие, более невзрачные. Сейчас положу на весы. 74 грамма. 68. Это вот такой побольше. 76. Если взять самые маленькие. 51 грамм. 50. Где-то 50-70 грамм. Весят плоды, но это зависит от нагрузки. Чем больше будет плодов, тем они будут мельче. Сейчас разломаю. Вот такая мякоть белого цвета. И такая вот красная, красивая. Красивая красная мякоть возле косточки. Косточка отделяется легко. И она очень мелкая. Позже сравню ее с косточкой персика манчжурского. На вкус персик кисло-сладкий. Но когда он полностью мягкий, уже полностью вызревший, то кислота практически не ощущается. Вполне сбалансированный, приятный вкус. Но, конечно, со вкусом культурных сортовых персиков сравнивать нельзя, потому что там он более такой богатый, что ли. Но все равно персик кушать можно. Он вкусный. Собрали с дерева те, которые еще более плотные, пойдут на переработку. Те же, что упали, уже и портятся. Нужно вылучить косточку, а мякоть пойдет на компост. Самый крупный, который попался, 83,4 грамма. Вот такой. Это вот еще одно. Пятое дерево хасанского персика на другом участке. Здесь тоже осыпалась уже, наверное, большая часть плодов. Здесь нагрузка большая, и они здесь немножко поменьше. Сорву несколько, чтобы сравнить с манчжурским. Вот они здесь, но этот еще немного туговат. Вот такие. Здесь вес плодов, наверное, грамм 40-50. А это ряд персика манчжурского. Это тоже сеянцы с деревья, из семян. Вообще он к этому времени еще абсолютно зеленый, как вот этот. Он будет созревать в сентябре. Но поскольку это сеянцы, то некоторые отличаются. Некоторые деревья отличаются от других. В том числе и по сроку созревания хасанские пока положу сюда. И, например, вот на этом дереве вот уже плоды начинают созревать. На остальных деревьях еще зеленые. Вот возьму несколько. Они уже вот мягкие. Вот. 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 Здесь можно видеть разницу между этими персиками. Здесь манчжурский немного помельче, но это конкретно с этого дерева. Бывает и наоборот. В целом у них размер сопоставимый. Это зависит больше от нагрузки. Чем больше плодов, тем они мельче. Так чем же персик хасанский, по моему мнению, лучше, чем манчжурский? Как подвой. Во-первых, он более морозостойкий. Он родом из Сибири. Косточки персика манчжурского в основном везутся с Польши. Мои деревья выращены тоже из косточек, которые привезены из Польши. И от морозостойкости у них, вероятно, одно лишь название. Во-вторых, персик хасанский съедобный. И очень даже вкусный. В отличие от манчжурского, который кислый, горький, и есть его практически невозможно. Приятно выращивать плоды на подвой, которые еще можно и кушать. Если у вас, например, есть саженцы, деревья персика, которые привиты на персик хасанский, и по какой-то причине у вас пропадает подвой, отмерзает или еще что-то случается и отрастает подвойная часть, то вы имеете все равно съедобный вполне хороший персик. Если же у вас отрастает персик манчжурский, то его нужно только прививать, потому что в еду он не годится. В-третьих, косточка персика хасанского очень хорошо отделяется. И ее легко выбирать. сейчас сейчас несколько косточек выему. Бывает такое, что остается немного мякоти, но в целом, если плоды полностью зрелые, то косточка вынимается хорошо. Косточка мелкая, но это, в принципе, ни на что не влияет. вот персик манчжурский. Здесь сразу заметно, что он, что косточка отделяется с мякотью. Тоже отделяется, но хуже. Также в некоторых, на некоторых деревьях есть плоды, на которых косточка, у которых косточка легко отделяется, есть у которых прям очень плохо. Ты ее выдираешь с большим куском мякоти. Видно, что косточки разного размера. Но это еще сейчас возьму по одной. Но это еще персик манчжурский мелкий. Вот у меня, например, есть уже косточки с более крупного. Вот они так выглядят. Очистил косточки, высушил. Получилось где-то 12 литров по объему. Почти 7 килограмм. На килограмме насчитал 380 штук. Здесь где-то 2500. Будет много подвоя. Это прошлогодний подвой хасанского персика. То есть это сеянцы из косточек прошлого года. Выросли уже где-то до метра 80. Все уже заокулированные. Вот начал снимать пленку заокулированные культурными персиками также сладким миндалем и самим хасанским. Буду расширять и садить больше еще деревьев для сбора косточек. Почему привиты? Потому что если садить сеянцы, то плоды будут разного размера. Разного размера будут косточки. Созревать будут в разное время из-за того, что у меня также есть культурные персики. Они будут переопыляться, будет происходить расщепление. На этом буду заканчивать. Благодарю за внимание. Будьте здоровы!